Хелло, Татьяха! Всем привет! Меня зовут Анна Кузина. Я чемпион мира по китайскому языку и основатель школы Твинс Чейнис. Сегодня я предлагаю вам изучить школьную лексику. Самые важные слова и фразы, которые нужны школьнику. И студенту, кстати, тоже, особенно если вы собираетесь на учебу в Китае. Вам нужно обязательно знать этот набор, чтобы чувствовать себя в Китае, как рыба в воде. Школа по-китайски будет Щуэ Щао. Я ученица начальной школы. Потому что, по мнению китайцев, детский сад – это тоже учеба. Еще пара важных слов обращений. То китайцы могут сказать просто «учитель». Они так и говорят «Тхун Щуэ» – ученик. Тхун Щуэ, где ваша варенца? Дальше давайте заглянем внутрь школы. Китайские школы – это не отдельно стоящее здание. Это как раз те самые прописи, которыми пользуемся мы. Иностранцы. Но на самом деле Пи объединяет все, что пишут. Ну а теперь пора учиться. Итак, топ-30 слов для школы. Поехали! Слово номер один – это Щуэ Ща. С китайского языка это значит ученик, студент, школьник. В общем, это всеобъемлющее название для учащихся. Я ученица начальной школы. Далее, школа. Школа по-китайски будет Щуэ Ща. В отличие от русского языка, это не просто школа. Это учебное заведение. То есть этим словом можно назвать и начальную, и среднюю, и старшую школу, и даже университет. Дальше слово «шаншуэ» – учиться, в смысле ходить на учебу. Опять же, интересно то, что это слово с успехом употребляется не только для школы, но и даже для детского сада. Потому что, по мнению китайцев, детский сад – это тоже учеба. А слово антоним у нас «фаншуэ», то есть «заканчивать учебу», дословно «освобождаться от учебы». Еще пара важных слов обращений. Первое – это учитель. Учитель по-китайски будет «лаоши», «лаоши». И тут интересный момент. Китайцы используют это слово для обращения к учителю. То есть, если мы по-русски обращаемся к учителю имя плюс отчество, то китайцы могут сказать просто «учитель». Например, «Здравствуйте, учитель». Или добавить перед словом «учитель» его фамилию. Например, «чжа лаоши», «учитель Джан». А учитель обращается к ученикам «тунгшуэ», это значит «одноклассники», «ученики». И ученики также обращаются друг к другу, особенно если они не знают имя. Они так и говорят «тунгшуэ», «ученик». Дальше давайте заглянем внутрь школы. «Сяоуэн» – это кампус. Китайские школы – это не отдельно стоящее здание. Обычно у китайской школы есть своя отдельная территория. Это целый комплекс, поэтому без этого слова точно не обойтись. Дословно переводится как «школьный парк». Что же имеется внутри кампуса? А внутри – учебное здание. Учебное здание – это там, где занимаются ученики, там, где находятся все классы и аудитории. Аудитория по-китайски будет «чяоши». Дальше – столовая. Библиотека. Конечно, инфраструктуры может быть и больше, но это самая база, которая бывает в обычной китайской школе. Дальше заглянем в аудиторию. По центру аудитории у нас, конечно же, находится доска. На доске мы пишем мелом. Или вместо мела мы можем воспользоваться маркером. Теперь давайте посмотрим в рюкзак. Рюкзак по-китайски будет «шупао». Дословно переводится «книжная сумка» или «сумка для книг». Из основных предметов в рюкзаке у нас есть учебник. Учебники. Кстати, когда китайцы называют учебники по определенным предметам, они опускают слова «тяокхэ» и просто говорят «шу книга». Например, учебник по математике будет «шу шу шу шу» – «книга по математике». Дальше из необходимого – это тетрадь. А у учеников начальных классов еще есть прописи. Их в Китае очень-очень много, самых разных видов. Из самых популярных – это «пхиньинпэн» – прописи транскрипции и «фангэпэн» – прописи иероглифов. Это как раз те самые прописи, которыми пользуемся мы, иностранцы, для тренировки иероглифов. Еще есть отдельные прописи для цифр, прописи, где можно тренировать сразу и иероглифы, и транскрипцию. В общем, на всякий вкус и цвет. Дальше в рюкзаке у нас есть пенал. По-китайски он будет «питар» или «ценпихэ». В пенале мы найдем «линейку», «ши цз», «стерку», «сямхи», «пи» – это очень интересное слово, которое мы обычно переводим как «ручка». Но на самом деле «пи» объединяет все, что пишет – и карандаш, и ручку, и кисть, и фломастер. Если же мы хотим сказать поточнее, то добавляем описание. Ценпи – простой карандаш. Кстати, в пенале у школьника начальных классов вы, скорее всего, найдете только карандаши, потому что в китайской школе маленькие дети обычно пишут только простыми карандашами. Дальше. Это шариковая ручка. Ну а теперь, пай! Пора учиться. Урок по-китайски будет кэ. Ходить на уроки. Заканчивать уроки. Поднимать руку. Слушать урок. Преподавать урок. Это то, что делает преподаватель, учитель. И звонок. Линшэн, я хочу, чтобы я на уроке. Вот и все основные слова, связанные с китайской школой. Ну что, понравилось вам заниматься со Златой и Софьей? Если да, приходите на мой авторский курс «Китайский для детей 6-12 лет». Это лучший старт для ребенка в китайском языке. Потому что это не просто курс. Это курс-квест, в ходе которого дети виртуально путешествуют по всему Китаю и царству китайского языка. И делают они это в компании со Златой и Софьей, а также с китайскими детьми. В процессе сталкиваются с разными препятствиями, для преодоления которых нужно изучить новую тему. И в итоге дети проходят целых 30 городов Китая. И в конце оказываются в конечной точке, в городе мечты, где исполняется их главное желание – выучить китайский язык. Это является очень мощной мотивацией для детей, чтобы заниматься и идти до конца. Ну а чтобы оценить методику содержания и интерес ребенка, проходите бесплатные пробные уроки курса. Ссылку оставлю в описании видео. А на сегодня у меня все. Пишите, какие школьные слова еще хотели бы узнать. Или, может быть, у вас остались какие-то вопросы? Пишите их в комментариях под видео. С вами была Анна Кузина. Увидимся в следующих видео. Пока-пока!